МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ГПС на ходу запрыгнул в автомобиль для задержания нетрезвого водителя. В городе Мамадыш прошел фестиваль креативных саней Санифест. Подросток на одном из горнолыжных курортов спас сноубордиста полностью заваленного снегом. Профессиональный морж. В одном из автобусов в Казани обнаружили мужчину в одних плавательных шортах. Не прикол, ничего. Вот только что села в автобус. Автострайк на улице Парина. Водитель Гранте вдоволь порезвился в одном из дворов в Казани. Он протаранил сразу шесть припаркованных автомобилей. Посносил бамперы всем. От Рено до Крайстера. Теперь ГИБДД вместе с владельцами машин ищут чемпиона района по автоболингу, чтобы рассказать о всех накопившихся претензиях. А в один из дней начавшегося февраля столицу республики вполне можно было бы назвать Венецией. Казань тоже стала городом на воде. Виной тому стала температура воздуха, которая в этот день поднялась до 5 градусов с отметкой «плюс». Видео с потопами на разных улицах города заполонили интернет. Кому пришлось вследствие бедствия чинить автомобиль, кому выжимать одежду. В комментариях горожане отмечают, что ждали раннего прихода весны, но не ожидали, что это произойдет так стремительно. В Челнах пьяный житель устроил догонялки с полицией среди ночи. Погоня началась после того, как владелец «Лады Гранта» проигнорировал требования сотрудника ГИБДД остановиться. Кроме пьяной езды без прав водитель отличился проездом на красный. Остановить Шумахера удалось только при помощи спецсредств «Шипы». Чем вы обычно занимаете себя в длинной пробке? Включаете музыку погромче, изучаете рядом стоящие машины или же думаете о планах на день? Молодые парни из Казани нашли еще один способ, как точно не соскучиться во время затора. Однако поступать, как ребята из видео, я вам не советую. Это не только небезопасно, но и карается штрафом в тысячу рублей за перевозку пассажира вне кабины. В Москве тоже нашлись любители прокатиться на крыше авто. Однако, помимо этого, молодые люди отметились еще и нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. В органах видео заинтересовались, и теперь нарушителей разыскивает полиция. В Крыму полицейские задержали пьяного автомобилиста. Как рассказали в пресс-службе МВД России, ночью в Керчи сотрудники госавтоинспекции увидели автомобиль, водитель которого совершил маневр, нарушающий правила дорожного движения. Однако задержание вышло слегка необычным. Продевать будете прибор? Автоинспектор оперативно среагировал и запрыгнул в салон движущегося автомобиля, держась только за пассажирскую дверь. Через несколько секунд лейтенант полиции вынудил водителя остановиться, после чего задержал его. Прокомментировали в МВД. В одном из прошлых выпусков мы вам уже показывали дрифтующих камазистов. Действия происходили тогда в набережных Челнах, водителя нашли и оштрафовали. Теперь же дрифтующие камазы обнаружились и в Казани. Благо и в этот раз трюки обошлись без всяких потерь. Словесная перепалка возникла в Казани у пешехода и водителя авто, который припарковал свой автомобиль в неположенном месте и перекрыл тротуар своей машиной. Вы же нигде не работаете, вам скучно? Да, вот, шлитер. Уйдите, пускай дела. Тогда я уберу машину нашу. Уберу обязательно. А если не уберу, сейчас тут что-то лучше делаем. Чёрт, шлитер. Каким образом? Он еще разводит, нормально. Я машину уберу, а что же я не уберу? Убирайте, кроме сейчас машину. Как тебе фамилию начнут? Можешь связать? Какая разница? Ну просто интересно. Какая разница? Ну кто ты такой вообще? Какая разница? Ну просто мне интересно. Какая разница? Ну ты мне на***ь тоже на***ь разница. Ну расскажите. Меня вот зовут Насырпунин Артур Айдарович. А мне всё равно, как тебя зовут. А что боишься представить? Как вас зовут? Я не боюсь, убери меня. Ну представь себе, кто ты такой? Машину убери. Я уберу обязательно. Фамилию начнута завершу, уберу. Напомню, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал законопроект, который вводит уголовную ответственность за перекрытие дорог и тротуаров. А количество снега на дорогах города все еще сильно затрудняет движение для всех автомобилистов. Находчивые горожане придумали, как затюнинговать АКУ, чтобы снежные завалы ей были вовсе не страшны. Мне за эту разработку такую премию дадут. Жители поселка Салмача жалуются на заснеженные тротуары, чистить которые пока никто не собирается. Сказали, с 1 февраля нельзя материться. Скажите, уважаемая администрация Привозьского района, Салмач, пешеход, как передвигаться? Тропинки еле вытоптаны. Где служба, которая чистит тротуары? Где доступная среда? Как сообщается, неравнодушные жители уже обратились в соответствующие инстанции и ждут скорой реакции. Тропинки еле вытоптаны. Где служба, которая чистит тротуары? Где доступная среда? В одном из автобусов на улицах Казани встретили слегка не по погоде одетого мужчину. Из одежды на мужчине были только носки, обувь и плавательные шорты. Не прикольно ничего, вот только что села в автобус. Напомню, что на прошедшей неделе температура воздуха в Казани опускалась до минус 18 градусов. Как говорит сам мужчина, он может лично обучить желающих не бояться мороза, купаться в ледяной воде и стоять на гвоздях. А если вдруг у вас нет кампании для прогулки по столице республики с зимними февральскими вечерами, то можно поступить по примеру парня из следующего видео и взять с собой на вечерний променад гуся. Что, Иннокентий Петрович? Гуляем мы с вами по Петербургской улице, вторая пешеходная улица нашего города. Вам Казань-то понравилась, Иннокентий Петрович? Приедете еще к нам в гости? Иннокентий Петрович, я предлагаю вам зайти в магазин, купить вам термобелья для поездки на горных лыжах кататься завтра. Как вы думаете по этому поводу? Зайдем? Купим? Пошлите, зайдем. Плесень, ржавчина, грибок, разваливающийся потолок и залитый водой пол. Вот так выглядит сегодня школа номер 143 в Казани. Все дело в том, что учебное заведение опять затопило после очередного дождя. Видеопотопы и расставленных повсюду ведер для сбора воды появилось в соцсетях. По словам учеников, школу топит после дождя уже три года подряд. Жалобы учеников ни к чему не привели. Руководство учебного заведения так и не занялось ремонтом кровли. В управлении образования обещают заняться школьной крышей в апреле-марте нынешнего года. Пока же, по словам чиновников, к ремонту не позволяет приступить погода. Знаете ли вы, что такое градирня? Даю некоторое время подумать. Итак, градирня – это устройство для охлаждения большого количества воды, направленным потоком атмосферного воздуха. Иногда градирни называют также охладительными башнями. И в одной из этих башен в Казани недавно случились неполадки с электричеством. Как шутят пользователи в комментариях, видимо, в охладительной башне началась аквадискотека. А как вы благодарите вежливых водителей? Если вы за рулем, можно просто поморгать аварийкой. Если же вы пешеход, то можно помахать рукой в знак благодарности. А можно поступить и как герой этого видео. В городе Мамадыш прошел фестиваль креативных саней «Санифест». Участники порадовали гостей фестиваля не только креативными конструкциями санок, но и костюмами. Для зрителей организовали соревнования по хоккею, перетягиванию каната и другие. Также к фестивалю подготовили ледяные фигуры для фотозоны. Мероприятие проходит уже пятый год подряд. Также на фестивале испекли большой блин специально для книг Регорта в России и поставили новый рекорд. Его диаметр составляет 2 метра 40 сантиметров. Любви все возрасты покорны. И этот знаменитый афоризм подтверждает видео, которое недавно появилось в сети. Если верить комментариям под видео, то именно так выглядит счастливая старость, когда есть кому дарить цветы. В городе Сочи случилась удивительная история о спасении и обретении новой жизни. Действия происходят на горнолыжном курорте Красная Поляна. При спуске с крутого склона в районе трассы Транзит сноубордист провалился в глубокую яму. Проезжающие следом любители экстрима не заметили мужчину. Между тем снег от их инвентаря при катании разлетался и засыпал ту злосчастную дыру со спортсменом. Вскоре мужчина оказался погребен под белоснежным настилом с ног до головы. Наружу торчали только руки в оранжевых перчатках. Это и спасло сноубордиста. В какой-то момент мимо проезжал мальчик, который заметил странное движение под ногами. К счастью, у этой истории счастливый конец и парень остался цел и невредим. Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые горячие видео с просторов Всемирной сети. До встречи на телеканале Татарстан 24.